Привет, друзья! Сегодня я решил в краткой форме показать, как вытащить всю доступную информацию из RAW файла, особенно если съемка происходила в сложных условиях. Думаю, не стоит говорить о преимуществах RAW файлов, они значительно превышают возможности обычных JPEG. Итак, я буду показывать все на примере конвертера Camera RAW. Обычно люди используют конвертер таким образом, чтобы, пользуясь ползунками, вытягивать тени, гасить слишком сильные пересветы, и все это неплохо работает, как для пейзажей, так и портретов, выполненных в простых условиях. Но если условия сложные или сложный свет, состоящий из нескольких источников, то лучшим способом будет работа с RAW в несколько слоев. Допустим, мне хочется сделать этот снимок чуть светлее. Я пытаюсь выкрутить значение ползунков, получить более-менее сбалансированную картинку, но при этом я получаю и области, где выбивается свет. Вот эти блики становятся более активными, потому что источник света на эту область светил гораздо активнее. И хотя в итоге у меня получается картинка нужная мне, все равно остаются выбитыми светлые участки вот этой области. К тому же дополнительно я хотел бы не только избавиться от одной проблемы, но и выделить область глаз, сделав вот эту полосу красного цвета более яркой. Конечно, для решения задач можно использовать маски, которые появились в новой версии конвертера в прошлом году. И с помощью выделения мы можем делать определенные области ярче, менять свет, цвет, корректировать тени, контраст и так далее. Но работа с этими масками на самом деле не кажется мне очень точной. Все-таки это довольно грубый инструмент, как мне кажется, отлично подходящий для пейзажной фотографии, для крупноплановых портретов. Все-таки проще работать непосредственно в интервейсе самого фотошопа и кистью непосредственно в фотошопе, не в конвертере. Что же остается нам делать? А сделать можно вот что. Открыть полученный результат в виде смарт-объекта. Итак, мы зафиксировали определенные изменения, зажимаем клавишу shift, у нас появляется кнопка открыть объект, мы нажимаем эту кнопку и переходим в интерфейс фотошоп. Слой у нас будет иметь иконку, говорящую о том, что это не просто слой, а смарт-слой. Это значит, что в нем зафиксированы все характеристики, которые мы сможем снова скорректировать, вернувшись в интерфейс конвертера, если кликнем по этому слою дважды. Двойной клик и снова возвращаемся в конвертер, где можем поправить эти ползунки. На базе этого свойства и можно активно работать с другими характеристиками изображения. Например, снизить интенсивность вот этого блика или выделить область глаз, как мы первоначально и хотели. Единственное, что нам нужно сделать, это создать смарт-объект путем копирования. Мы вызываем контекстное меню и кликаем пункт создать смарт-объект путем копирования. У нас появляется копия этого слоя, также смарт-слой, который отлично редактируется при двойном клике, возвращая нас в конвертер. Мы избавляемся от блика на этом участке кожи, теперь никаких пересветов нет и нажимаем ОК. Вот такой получился второй смарт-слой, второй, а это первый. Второй смарт-слой с измененными характеристиками находится над первым. И для того, чтобы аккуратно поработать с конкретной областью изображения, мы для этого смарт-слоя создаем инвертированную маску, на которой и будем прорисовывать кистью ту область, которую и необходимо скорректировать. Поэтому зажимаем клавишу Alt и кликаем по значку с маской слоя. У нас появляется инвертированная маска черного цвета. Для того, чтобы поработать над этой областью, мы активируем эту маску, выбираем кисть белого цвета и снижаем ее жесткость до нуля. Определяемся с размером и аккуратно проходим. Таким простым образом мы уже избавились от этого блика, придав свойства снова смарт-слоя. А теперь я хочу выделить область глаз. Для этого мне необходимо будет сделать их более яркими. Для этого я создаю еще одну копию смарт-слоя. Таким же путем активирую двойным кликом. Перехожу в RAW конвертер. Увеличиваю интенсивность, точнее яркость области глаз. Нажимаю ОК. Создаю инвертированную маску, зажатой клавишей Alt и иконкой. И белой кистью прохожу по этой области глаз. Если нам что-то не нравится, мы справляем это черной кистью. Как я и говорил, работать получается гораздо аккуратнее масок в конвертере. Так у нас фотография выглядела до. Затем мы исправили блик и сделали область глаз гораздо ярче. Кто-то может сказать, ведь существует возможность создавать дополнительно корректирующие слои, вроде кривой, и возможности поработать на маске этого корректирующего слоя. Например, в том числе и для того, чтобы попытаться пригасить этот блик или выделить глаза. Да, это так, но как показала в том числе и моя практика, именно RAW конвертер позволяет на начальном уровне сохранить максимальное количество информации о цвете и светотенях. И работать, если нам позволяют ресурсы, лучше всего именно на стадии RAW конвертера. И только потом переходя к дополнительным корректирующим слоям. Создавая несколько копий Smart слоя, мы можем работать не только над основными характеристиками, но и над всеми характеристиками, доступными в RAW конвертере. Например, для корректировки цвета. С помощью такого нехитрого приема мы можем гораздо точнее работать с изображением, как на начальном этапе, вытаскивая всю доступную информацию из RAW файла, так и на последующих этапах с созданием корректирующих слоев и масок. Друзья, надеюсь вам было полезно посмотреть этот ролик. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, оставлять комментарии, становиться спонсорами моего канала на сервисе Boosty, где я публикую эксклюзивные материалы. Прощаюсь, желаю хорошего дня и увидимся в следующих видео.